Вы, возможно, слышали такие выражения, что профессиональные атлеты, выступающие на самом-самом высоком уровне, набирают за год. Например, там, полкило, дай боже, полкило сухой мышечной массы. Это прям, то есть, прям обезвожит всего этого человека. Три года я прибавил до веса 92 килограмма. Прибавка составила 30 килограмм. Это вот все было набрано без применения допинга, это в датуражку. Пищеварение, потому что вы можете быть костистым. С тесостерона у вас море и так далее. Но если у вас проблемы с пищеварением, нужно строительный материал. Без строительного материала, как ни крути, не может ничего вырасти. Но тут мы упираемся в это обязательно. Сейчас мы будем 4 таких, скажем, элемента. Это антроматометрия, костная структура, структура мышц, гормональный фон и возможность усваивать питательные элементы для роста. Привет, друзья! С вами я, Руслан Халецкий. И это рубрика «Ответы на ваши вопросы». Но ответ будет всего один на один вопрос. На остальные, конечно, я тоже отвечу в следующих роликах, в чем сделаю их даже, так скажем, вне плана. Будет на этом неделе больше выпусков. Я провожу усилия, чтобы снять дополнительный ролик. Вопрос был задан, сколько мышечной массы может набрать человек за один месяц. Именно этому вопросу я решил посетить отдельный ролик, потому что часто об этом люди задумываются. Тут очень желтое яркое пятно, по одной причине, ребят, лампа. Давайте сразу, чтобы вы не спорили ролик долго, прямо на втором минуте я сразу отвечу. И, в принципе, можете теперь выключать. Итак, мужчина в разном диапазоне времени от начала своих тренировок может набирать примерно от полутора до полукилограмма мышечной массы в месяц. Девушка от примерно от 550 грамм до 250. Далее я расскажу, чем это обусловлено, сколько можно набрать, я уже сообщил, поэтому считайте, сколько за год вы можете набрать при идеальных условиях. Как же измеряют, чем обусловлен рост мышечной массы, есть ли у него предел? Да, предел считается, что есть. Как его измеряют? Очень любят все мерить по запястью. Но, знаете, это достаточно большая ошибка. Запястье не определяет всю костную структуру человека, оно, например, не определяет длину ключицы. Да, зачастую длина ключицы, поверьте, даст вам гораздо большее значение по возможности набора мышечной массы, нежели запястье. Потому что банально размер грудной будет зависеть от того, какой длина у вас ключицы. Поэтому, если быть точным и пытаться отталкиваться от каких-то антропометрических данных, то, поверьте, в идеале нужно сделать 22 замера антропометрических данных человека, чтобы прийти к точной формуле расчета, так скажем, костной массы и от него отталкиваться к мышечной. Есть расчет, что на 1 грамм костной массы человека можно набрать 5 грамм мышечной массы. Ну, эти расчеты довольно-таки сложные, но они возможны. Плюсом, ребята, не забывайте, что мы говорим выражение мышечная масса. Не чисто белковые структуры, которые вырастают у вас на килограмм. Поверьте, если бы это был килограмм чистой, сухой мышечной массы, это было бы просто немереное значение. Мышечная масса определяется просто весом мышечной ткани, в которой накапливается и жидкость, и энергосубстракты, и, соответственно, и сократительные элементы. Все вместе отличается поражение мышечной массы. То есть мышечная масса, грубо говоря, все, что вы можете прибавить, за исключением жировой. Это важно учитывать. Поэтому вы, возможно, слышали такие выражения, что профессиональные атлеты, выступающие на самом-самом высоком уровне, набирают за год. Например, полкило, дай боже, полкило сухой мышечной массы. Это прямо обезвожит всего этого человека. Отфильтровать его, вот получится сухая мышечная масса. Но это, на самом деле, огромное значение для человека, находящегося на высоком уровне прогресса спортивного. Давайте, чтобы не быть голословным в этих цифрах, может, сложно разобраться, я вам расскажу немножечко личных данных, личной истории. И мы коснемся туда еще и мышечной памяти, да, почему некоторые набирают там 12-15 килограмм за два месяца. Это просто мышечная память. Или это просто люди с дефицитом веса огромным, которые только начинают кушать. Мы этого коснемся дальше. Моя личная история. После травм вернулся я в зал в возрасте 17 лет с весом порядка 62 килограмм, если я правильно помню. За три года я прибавил до веса 92 килограмма. Прибавка составила 30 килограмм. Качество тела при этом не изменилось. То есть я не был жирдяем, у меня не было яркого рыжного пресса. Я думаю, это было порядка 18% жира в организме. Да, но прибавка массы, понятно, до 30 килограмм и без изменения количества жира пропорционально, да, процентного соотношения. Да, это вот все было набрано без применения допинга, это в датурашку. Да, вот три года. 62 до 92. За первый год 62 я прибавил примерно до 78 килограмм. Почему помню хорошо, потому что начал заниматься в диапазоне около дня рождения в 17, и потом я эти замеры делал незадолго до 18-летия. Я на 18-летний раз пожал 100 килограмм от груди, то есть на 18-летие я отправился в заль. Утром я был на тренировке. Утром около 10 или 11 утра я поехал заниматься в свой день рождения. Далее мой максимальный вес достигал 104 килограмм. Это было не так давно, это было в конце 15-го, начале 16-го года. Это был мой максимальный вес 104 килограмма. Это был 2015. А это уже с допингом, это мой вес на 4 килограмма составлял в период набора массы после Московской Олимпии. Если мы находим быстрый набор мышечной массы, именно с верхкомпенсацией, то это было буквально недавно. Самый яркий пример после операции на грудь, у меня была полностью прошита правая грудная. Я вес потерял, у меня было заражение раны, сильное заглоение, высочайшая температура. Там до 40-41 поднималось. Антибиотики, все дела. Гиподинамия, понятно, после операции перенесенной. Даже было просто дышать-то больно. Не то, что там, как-то скачаться. Там у меня вес упал до 84 килограмм. И буквально, наверное, месяца за три я набрал до 99. А после пришел уже к сушке. И в прошлом сезоне я уже выступал на соревнованиях. Вот. Но это, вы понимаете, набор на уже опытного спортсмена и набор на мышечную память. Почему все звонят? Вы ебут, надоели. Набор на мышечную память. Что определяет, да, вообще наш потенциал мышечного роста? Это структура костей. То, что я уже говорил, да. Это, возможно, наши антропометрические замеры. Это, в определенной степени, мы можем посмотреть, какой у нас, да, длинноключица, охват лодыжки, охват запястья. Ведь не исключаем того, что, может быть, человек с тонким запястьем и такой вот лодыжкой. Возможно, мы отдадим его в велотрек. Почему бы и нет. Или прыжки в длину какие-нибудь. Ну, не знаю, где ноги задействованы в большей степени. А как раз-таки верх не нужен массивный, да. Идеальный велосипедист. Тонкие запястья, короткие ключицы, маленькая мышечная масса корпуса. И феноменальная сила и объема мышц ног. Это было бы идеально. Или конькобежец будет тоже шикарный с такими данными. Есть структура мышц, которая тоже определяет их потенциал роста. Это длина мышц. Это все помните картинку, да, где вы там сгибаете бицепсы, меряете, сколько у вас пальчиков вот сюда влезет. Определяется, чем там у вас больше перепад между брюшком и, так сказать, суставом. То это тоже круто. То есть у вас получается, так скажем, и мышца и длинная, и еще и брюшко у него объемное. То все. Мышцы у вас будут круглые, круглые, сочные. Которые имеют хороший потенциал к росту. То есть длина мышцы, соотношение мышечной ткани к сухожилию и непосредственно само брюшко мышцы. Нельзя не отметить то, что также в вашем мышечном росте будет играть большое значение ваш гормональный фон, да. Потому что, может, вы родились с хорошим костяком, но какие-то проблемы, стресс и так далее убили ваши гормоны. Проблема будет с набором. И пищеварение. Потому что вы можете быть костистым, со стороны у вас моря и так далее. Но если у вас проблемы с пищеварением, нужен строительный материал. Без строительного материала, как ни крути, не может ничего вырастить. Но тут мы упираемся в это обязательно. Сейчас мы будем 4 таких, скажем, элемента. Это антромпинометрия, костная структура, структура мышц, гормональный фон и возможность усваивать питательные элементы для роста. Мне очень нравится, знаете, какая система оценки. Я как бы к ней согласен, но я вот ее в таких точных цифрах не выражал. Да, наверное, может быть тоже, если бы я посидел, подумал, придумал для вас это. Но очень хорошее у Алана Арагона. Если я не путаю фамилии, Арагон. Арагорн. Это что-то из Властелина колец, по-моему. Да, Алана Арагорн. Король зеленых эльфов, он сказал, что можно потенциал мышечного роста рассматривать в таком варианте. Для начинающих спортсменов от 1,5% до 1% от общей массы тела человек может набирать, пока он считается начинающим. Ну, наверное, это первый год. Далее мы рассмотрим режим, когда человек находится в среднем диапазоне своих возможностей прогресса и тренированности. Это со второго, наверное, по четвертый, пятый год тренинга. Это примерно от 1% до 0,5% от массы тела. И дальше мы смотрим уже уровень продвинутого атлета. Продвинутого будем считать человека со стажем больше 5 лет. И каждый из этих временных атлетиков считаем человека, живущего в идеальных условиях, с правильным питанием, правильным тренингом. Потому что большинство людей, ходящих в залы, тренироваться, они, ребята, грубо говоря, находятся на уровне начинающего, даже когда, не знаю, отходили в зал лет 8. И буквально дать тренера хорошего, который выстрелит режим питания, тренировок, эти люди вдруг на восьмом году тренинг спрогрессируют плюс 15-20 кг за год, приобретут нормальную форму. Просто потому что до этого делали все неправильно. Они не вырабатывали потенциал, не использовали стимулы к росту, факторы роста. Не использовали. Я все говорю сейчас про натуралов, ребята. То же самое, если мы будем говорить про химиков, мы можем просто делить натрий. То есть химик-новичок за 3-4 месяца достигнет своего годового потенциала, потом он достигнет пятилетнего потенциала года за два. Опять же, при идеальных условиях. Но, скорее всего, он раньше чем-нибудь себе заработает какую-нибудь проблему, травмируется или забьет, или у него проблемы с кожей, и он начнет их решать. То есть он будет уже не за набором мышечной массы. Не думайте, что тут тоже так все просто с дотинками. И да, осталось это на профессионалах. Профессионалы могут набирать примерно 0,25% от собственной массы тела. И тут мы легко рассматриваем, что масса тела может быть с количеством жира, без жира, это не важно. То есть процент понятен, высушимся, будем весить меньше. Понять, какой у вас процент жира, на самом деле, не очень сложно. Если мы разместим картинки на экране, 4 картинки, бах, появились. Вот видите, подписаны проценты, как вы выглядите примерно по картинке. Вот примерно так вы можете оценить, какой процент жира. Пресс яркий, выраженный, с межребрами. Пресс просто, так скажем, хорошо виден намеки на пресс и жирдюк. Если у вас дальше, чем больше, чем жирдюк, то вам сейчас нечего делать и незачем измерять процент подкожного жира. Вам просто нужно срочно к специалисту скорее поправлять свое здоровье. Потому что это опасно для вас. Срочно решайте эту проблему. Жир – это активная клеточная масса. Жир – это не просто не очень симпатично. Нет, жир – это просто опасно. Если бы это был только косметический момент, я бы, наверное, даже вас не призывал худеть. Потому что мне, в принципе, пофигу, как вы выглядите. Я терпимо отношусь к этому. Смущают иногда, конечно, совсем такие люди, которые выглядят отвратительно. Но, опять же, это их право, если они не мешают тебе в самолете, затекая на твое сидение. Ведь где заканчивается свобода? Свобода заканчивается там, где твоя свобода. Не мешает свободе другому. Да, живите в мире согласия, пиз, любовь. Что же мы из этого ролика могли вынести? Да, я вот за 2 минуты сказал все основное. Еще одна формула, кстати, интересная. Вы можете весить с хорошо видным прессом ваш потенциал роста, ваш потенциал веса, так скажем. Например, с ярко выраженным прессом, при 10% жировой ткани. Для натурала меньше, сложно сделать меньше, особенно на постоянке. Но временно можно, но на постоянке тяжело. 10% жира, это будет ваш рост, минус 100, плюс 5. Вот это вот максимальный вес при 10% жира. Но поверьте, если вы будете выглядеть так, у вас будет такая, соответственно, масса при таком количестве жира, натурала, что вы будете выглядеть фантастически. Я, знаете, что пожелаю в этот раз, дай бог вам всем выглядеть фантастически, при этом сохраняя свое здоровье. Если вам понравился ролик и это было полезно, поставьте палец вверх. Если вы поделитесь с друзьями этим роликом, мне будет особенно приятно. В честь праздника, 23 февраля. Промокод february25 на сайте genetiklab.ru, на сайте genetikshop.ru, только 25%. И samotex.ru, аккаунт Instagram Samotex Booking, все ссылочки ниже, на Samotex скидка 23%. Три дня, 22, 23, 24 февраля. Лучше 22 писать, потому что количество продукции ограничено возможностями склада у ребят. Пишите. Также скидки действуют 22, 23, 24 на Genetic Lab, Genetic Shop на всю продукцию. И вот вам подарочки к празднику, давно вы просили скидки. Вот вам в таком скидке и на Samotex, и на Genetic. Всех обнял. Всем пока.